Всем привет, я Влад, а это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре такой вот интересный пистолет, который совмещает в себе два принципа действия. И это Ataman M2, который может использоваться как PCP-пневматика, ровно так же и как газобаллонная. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, ну и напишите свой комментарий. Третьих несложных действий очень сильно помогут нашим видео в продвижении, и мы, конечно же, будем безмерно вам благодарны. Мы на вас надеемся. Давайте начнем с комплекта. Поставляется у нас в такой коробке. Коробка, повторюсь, в очередной раз очень информативная. Задняя стенка имеет изображение пистолета, так сказать, в разрезе. То есть мы можем видеть все составные части, то, как именно устанавливаются баллончики. На передней, соответственно, спереди. На коробке спереди мы можем прочитать, в принципе, все касательно данного пистолета. Ну и также еще некоторые характеристики есть на нижней части. Коробка, на самом деле, очень неплохая. Какой раз уже хвалю подобные коробки, но что поделать, если они действительно полезные. Они просто сделаны для того, чтобы в ней получить, после чего ее выбросить. Помимо этого, есть запасной магазин. Запасной магазин, это приятно, конечно же. Картриджи для зарядки магазина, соответственно, основного, потому что внутри сейчас там ничего нет. Заправочный штуцер и вот такой специальный, как это назвать, я даже не знаю. Ну как, ну допустим, переходник для того, чтобы пробивать баллончики. Ну и, конечно же, инструкция. Инструкция очень хорошая, довольно-таки неплохая бумага. Да, бумага очень даже неплохая. И сама по себе, по наполнению, в плане информативности, инструкция, правда, отличная. Потому что, прочитав ее, короче, вопросов, скорее всего, у вас не должно остаться. Ну, в этом-то, наверное, и пока что с комплектом все. Давайте теперь уже посмотрим на пистолет поближе. Ну и, конечно же, обязательно постреляем с него. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель российского производства от компании А+, которая, как я и сказал в начале видео, может использоваться как PCP-пневматика, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на нижней стороне рукояти установлен манометр. Механизмы пистолета сделаны из металла, корпус из ударопрочного полимера. Магазин пистолета рассчитан на 20 зарядов и стреляет он пулями в калибре 4,5 мм. Для того, чтобы магазин извлечь, нам нужно, во-первых, кнопок других никаких нет, нам нужно сдвинуть вот эту. Этот рычаг назовем его. Но если пистолет не взведен, магазин не выйдет. Поэтому взведем. Движение мы делаем именно вперед, не назад. Отпускаем ее и вытаскиваем магазин. Такой пластиковый на 20 зарядов рассчитан. Соответственно, чтобы его зарядить, нам нужны вот эти картриджи, которые мы вставляем в пули, а потом вставляем их в магазин. Все. Длина изделия 250 мм, объем ресивера 80 кубических сантиметров, вес пистолета 740 грамм. Для прицельной стрельбы пистолета имеются стандартные прицельные приспособления. Мушка и целик. Помимо этого, здесь есть и планка Вивер 22 мм, куда спокойно можно установить дополнительное оптическое оборудование, если вам, например, это будет нужно. Мощность пистолета находится в пределах 3 джоулей, что соответствует разрешенной мощности на территории России для свободной продажи и покупки. Говоря простыми словами, для покупки данного пистолета не нужны никакие специальные дополнительные документы. Просто приходите и покупайте. Но вам, конечно же, должно быть обязательно 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на этот замечательный пистолет подходит к концу, друзья, обязательно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и пишите в комментариях, как он вам, или же задавайте вопросы, если вдруг они у вас возникли. Я же с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров.